Псих, ну и так далее. Он неадекватный, не может давать отчет своим действиям, ну и изолировать его от общества. Несмышленные и неразумные существа. Как-то так, он лежал в больнице и будет вести уроки, преподавать детям. Если не подпишешь, будешь три месяца лежать в заключении, в закрытом отделении, под галлоперидолом и все. Ты же псих, поэтому ты бредишь, ты выдумываешь. У меня диагноз F20 – параноидная шизофрения. Людей бывает невероятно задумываться только потому, что их есть некий диагноз. Мы живем в громадстве и сейчас мы не знаем, с чем могут сутыкаться люди побачь с нами. Это правооборонный подкаст «Весна преди». Тут мы рассказываем про разные истории разных людей, которые живут в Беларуси. Меня зовут Катярына и другие наши выпуски присвечены людям с психическими расстройствами. И начну я с себе. Я родом из маленького городка в Брестской области. И когда я жила там, то сирот иншого, сирот людей, когда кто-то хотел кого-то образить, эти эмоции не подчапить. И он сказал, ты что, крывошинец? Боже, тебе треба у крывошин? Ну и разные вариации. Что такое крывошин? Так называется установа ховы здоровья Брестская областная психиатричная больница. Яна называется крывошин и находится у вёске под назвой крывошин. Цекава, что только зараз при записи подкаста я нарожце загуглила, где находится вёска крывошин, оказывается, в Ляховицком районе. Когда я переехала жить в Минск, то зрозумела, что тут замест крывошина кажуть про новинки. Причем механизм той же самый, как с крывошином. Новинки – это отдаленный микрорайон Минска, где находится РНПЦ психичного здоровья. Ну и до этого плюс еще додаются жарты про 18-й автобус, который туда ходит. Крывошин и новинки – это больницы. Ну, грубо говоря, новинки – это не только больницы, а еще и навыково-практичный центр. А летом не меньше. И когда крывошины и новинки были, ну, например, терапеутичные, ци, не знаю, хирургичные больницы, ци были бы такие же самые жарты и выказывания? Думаю, что не. Аля чому я не иснуют? Стыгматизация. Згодна с Ирвингом Гофманом, стыгматизация у грамадским сенсии означает «выгляд относен помеж ганебной якостью и грамадским стереотипам, чакаемым ставленням до того, які задают должность до полновартосного грамадского життя за позбавление права на грамадское признание». Кали хочете прочитать еще раз гэто описание, то я его узяла на упросты з Википеды, у артыкуля под назвей «Стыгматизация». До речи, сирот приклада у социальной стыгмы, яке там проводятся, указаны и наступны. Психичные захворывания невылечные, и люди с психичными захворываниями зауседы грамадская небезпечные. У сегодняшнего подкаста мы попробуем проанализовать гэто, отколь гэто усё берется. Мы проразмовляем и с психиатрами, и с носбитами психичных захворываниях, яке, до речи, так само маяць досвид лечения у новинках. Тому, опрочтаго, мы зазернем, с чем можно сутыкнуться у гэто и закрытой установе. На жаль, там не все так прекрасно. Урач-специалисту сферы психичного здоровья Сергей Соколов выступает за то, что треба займаться психоасветой и рассказать людям, что такое психичное расстройство, идеи и какую допомогу люди могут отрымать. До речи, я с ним познайомилась на отповедном мероприемстве «Психопомощ 101», якую зладила инициатива «Тендер на гендер». И запытала у Сергея на опрост, те есть у беларусов стереотипы на конт психичных расстройств. Вот что я надказал. Стихматизация проявляется на уровне бытовом, когда мы используем такие слова, там, идиот, да ты дебил и так далее. Вы про то, что идиот и дебил, это были медицинские диагнозы, ироника? Да, раньше это были диагнозы, слава богу, в, так сказать, в современной психиатрии это уже не диагнозы, и это одна из направлений современной психиатрии, когда из диагнозов уходят слова, которые стали стигмами и оскорблениями. Очень может быть, что через лет 10 и шизофрении не будет, потому что будет как-то это все по-другому называться, потому что у нас на сегодняшний день шизофреник, аутист, они как-то несут очень большую стигматизацию. Стигматизация проявляется и на уровне самосознания. Я что, ненормальный? Ну, чего далеко ходить, когда я вышел на депрессивный эпизод, я полгода стеснялся прийти к врачу. Потерял много здоровья на всем этом деле, но, в общем-то, это есть внутри каждого из нас. И это правда удивительно. Вот смотрите, если у человека там перелом ноги, или у него там, не знаю, пневмония, например, то всем понятно, что если у тебя перелом, тебе нужно быстренько идти к травматологу, или нога там болит, а он тебе положит гипс, в этом нет ничего страшного, будешь на костылях какое-то время, все срастется, потом нужно разрабатывать реабилитацию, потом какое-то время беречь ногу, либо даже всю жизнь беречь там, но после реабилитации потихоньку возвращаться к здоровому образу жизни. При пневмонии обязательно надо пить антибиотики. Я встречал буквально за свою профессиональную деятельность, в том числе и в соматической медицине, всего несколько случаев отказа. Вот несколько буквально. Если мы говорим про какие-то психические вещи, когда человек начинает терять память, когда у человека снижается настроение настолько, что он не может выполнять свои функциональные обязанности, немножко механистично, ну, понятно, человек не может работать так же продуктивно, как раньше. И в семье не может так относиться, так выстраивать отношения, как раньше. Он, во-первых, стесняется пойти к специалисту, хотя, в общем-то, казалось бы, да. А во-вторых, пить таблетки, те же там уже антидепрессанты, например, там, не знаю, нейролептики. Он стесняется своего диагноза. Когда у человека там перелом, или там человек порезался, в том числе находясь в нетрезвом состоянии, он с гордостью говорит, мне наложили там 5, 6, 10 швов. Но я не встречал людей, которые с гордостью говорят, о, как бы, я как раз аланзапин привез из Польши. Вот, посмотрите, вот я его радостно ем, да. То есть, и это, ну, правда, есть такая, как бы, и про это много можно говорить, почему это так, но это есть. Действительно, есть стигматизация, что если у человека психическое расстройство, он ненормален и он опасен. Секало, что стигматизация есть навод и унутри профессийной супольности. Когда я ушел в психиатрию из соматической медицины, один мой друг, и неплохой врач, кстати, он сказал, ну что, Сергей, ты был врачом, и неплохим врачом, а кем ты стал? Психиатром. И при этом так искренне сказал, что вот аж самому мне себя стало жалко. Шучу, конечно. Давайте завернемся к рыхудой истории. Одночь я промала удел у экспедиции забытые ахвяры войны, якую ладзила историчная майстерня имя Леонида Левина, что у Минску. Экспедиция была присвечена захованню памяти про забытые категории ахвяр Другое Сосветное войны. Удельники экспедиции размовляли с пожилыми людьми и записывали их у вспомины. И вот, какие думки тогда до меня пришли. Мы все ведаем, что подчас Другое Сосветное войны знищались евреи. Але, как мне подается, мы меньше ведаем про тое, что знищались и ромы, то бок цыгане. Еще меньше про тое, что знищались и не только по национальной прикмете. Знищались и гомосексуалы, а так само люди с психичными хворобами. Расповедает Ирина Каштелян, якая означаливая майстерню. Было некольки вариантов, как могли быть забиты и знищены психичных хоров в Беларуси. Один выпадок – это, когда ликвидовали пациентов, забивали пациентов, психиатричных лекарнях, где люди утромлялись часовой, где постоянно. Другая справа – когда забивали людей на улице, которых могли в некий момент идентификах, как неурнаважного человека. Была инструкция внутренняя нацистская, якая дозволяла забивать такого человека без судана на улице. И он неадекватно все вел, мне сдается, в умовах войны. Не значит, что это были психичные хоры, но людей на фоне голода, на фоне згубы близких, на фоне того, что некие жахи, они бачили, мог часовать, и уже все, они могли варьететь. И, калі таких людей сустракали, карные органы, они могли забивать. Вот это такие два накерунки. И, калі мы можем сказать, что лекарнях было не так шматы, и хоть и бачили ты, кто там типоват жили, те были некие с гэтом звязаны, бо у громадства была стегматизация гэтой группы, и навыц людей, в яких свайки были, сярод психичных хворых, и они, можно сказать, унутри семьи забывали. Таму и во вспоминах, и они могут не згадывать, ну, как выключение сгадывать тых, кто был психичных хворым. Что мы бачим? Знищение психичных хворых за пылные, скажем так, державные политики с одного боку, и, з иншого, стегматизация их унутри своей семьи. Але переместимся у сучасность. Мы вось, литерально, зараз живем в умовах пандемии коронавирусу. Мы усе ведаем, як президент выказался про все гэта. Я коронавирус этот называю не иначе, как психозом. Вот, когда закончится коронавирус этот, и не вирус, а психоз. Мы зараз не будем размовляясь про коронавирус. Мене больше цякавець, что президент уживая слово психоз. И что си мне подказывает, что уживая он яго у прыгладна тым же стыле, як гэта робили мои одноклассники, калі казали про крывошинцаў. Ну, як минимум, у стыле негативным. Психоз гэта, грубо кажучи, проявы психичных захворыванняў. Психоз гэта медэцинскі термін. Я папрасіла прокомендаваць словы президента ў Паула Лотвіна. Вот, что ён мне написаў. Да, слова президента создали в какоўта степені новую форму стереотипа. Получаець, если человек волнуецца о своём здоровье, о здоровье своих близких, он тяжело болен и находится в состоянии психоза? Конечно же, это не так, и сейчас многие люди могут сравнивать и применять это заболевание к абсолютно здоровым людям. А людей, у которых действительно есть психоз с медицинской точки зрения, общество начнёт сравнивать с полнастю паехавшымі. С Паулом мы пазнаёмлися на живой библиотэце. Калі вы не ведаеце, на живых библиотэках людзі выступаець ў якасті кніх, дзе распавядаець пра свой незвычайны досвід. Мэта ўсёго гэтага обмеркаваць стереотипы и пазбавацца ад забабонал ў адносинах да іншых людзей. Павел мае биполярныя фіктывнае расстройства, скорочана бар. Это было ў пэвной ступені стыгматизація ў адносинах да хворых. Ну и таксама тому, што термін был не зовсім карэктны, зараз выкараставаецца бар. Тым больше, назва бар рекомендавана для ўжывання Сусвятной Організація Оховы Здоров'я. Богоэта назва з'являецца больше навуковай і палітична карэктный. Я папрасіла Павла адказаць, які стереотипы існуюць у дачынэн недалюдзей з психіатричними диагнозами. Стереотипы – это то, что нужно изолировать человека, который отфердает этим недугом от общества. В связи с тем, что он может представлять определенную опасность, он неадекватный, не может давать отчет своим действиям, ну и изолировать его от общества. Як вы думаете, чому эти стереотипы возникли в Оголе? Возможно, из-за неопределенной непросвещенности нашего населення, тем, что связано с этими образцами советской психіатрии, когда показывали, что там, например, человек с тяжелыми психическими заболіваннями, такими, как шизофрения, он там совершал какие-то преступления и так далее. Павел працаваў ранее в школе наставніком гюстори і был класным керавніком, але потым трапіў в больницу, пасля чого нешта пайшло не так. Я решил, сообщить всем, что у меня барк. Ну, отнеслись, конечно, негативно, то есть с опаской. Было такое, что, ну, а вдруг он там совершит какие-то неадекватные вещи, агрессию проявит, там, в отношении детей, то есть в таком плане. Конечно, это было довольно-таки неприятно, в том, что, ну, как-то так, он лежал в больнице, да, и будет вести уроки, преподавать, да, детям нашим. Яны боялись того, что вы таксам, можете, как вы сказали, всякера и побегши, в любом уме, да? Ну да, да, то есть проявить какую-то агрессию, проявить какое-то неадекватное действие в отношении детей. А як вы можете, як бы, развенчать этот стереотип? Ну, в том, что я принимал медикаменты, да, я находился в стадии ремиссии, и фактически ничем не отличался от других людей. У иншей моей суразмолцы Насте, так само бар. Мой диагноз, например, мешает мне работать фулл-тайм, то есть я не могу устроиться на работу фулл-тайм, потому что я не вписываюсь ни в какой офисный график, и течение болезни такое, что в периоды подъема я очень много могу, в периоды спада ничего не могу, и это не нужно никакому работодателю, поэтому я фрилансер. Выскали уявить, что человек с психиатричным диагнозом все же таки порцуя на процедацию. Я знаю один случай, женщина с биполевным расстройством, она писала в одной группе поддержки в соцсетях о том, что на работе узнали о ее диагнозе, и она стала изгоем, и подумывает об увольнении. Понятно, что по закону никого уволить не могут, но могут сделать так, чтобы ты сам написал заявление по собственному желанию. И еще я знаю, что люди боятся приносить больничные листы из, например, РНПЦ психического здоровья, потому что там стоит штамп, и работодатель увидит, что ты лежал в новинках. И люди этого боятся, и если у них есть деньги, они покупают поддельные больничные и приносят на работу их. Наша диспансеризация это с одной стороны благо, благо, мы действительно как-то это наблюдаем. Наблюдаем это, это людей с психическими расстройствами, люди могут прийти, обратиться, мы их ведем, что называется, наблюдаем. Но с другой стороны, вы же понимаете, это колоссальная нагрузка на врачей, которые работают в амбулаторной диспансерной системе. Да, вот это правда. Особенность нашей системы здравоохранения на врачей навешано достаточно много функций, которые не требуют врачебных навыков. Ну, то, что называется бумажная работа. То, как я знаю, организовано, например, в Америке, в Германии, это все лежит на регистраторах или помощниках врача. Врачи, медперсонал, он относился лояльно, даже где-то отчасти старался помочь, но там в основном работают люди уже предпенсионного возраста, они довольно консервативные, ну, и где-то даже не могут уделить какую-то минутку внимания человеку, да, необходимую. Грубое отношение в основном исходило от санитара. То есть, санитары, это в основном простые люди, они не имеют медицинского образования и банально там человек, когда находится в каком-то таком тяжелом состоянии, будь то там депрессия либо мания, он, естественно, может делать неадекватные вещи, да, там, допустим, не заправить кровать либо еще что-то. То есть, нецензурная брань в отношении вот этого вот больного постоянно была, да, то есть, там, пугали, что мы пожалуемся, там, на растяжку тебя положат, да, растяжка, это, соответственно, веревками, когда привязывают человек, вот, ну, в некоторых случаях даже были такие, что там, иди убирай, там, ну, толкали людей, ну, и так далее. То есть, банальные такие вот вещи. Настя так само была у РНПЦ психичного здоровья. Знаходилась я на там у 2017 годе тягом одного месяца и десяти дн. Ее досвид крыху больше, складаны и жорстки. Кроме двух отделений, все отделения в РНПЦ психического здоровья являются закрытыми. Это значит, что человеку могут ограничить выход, не выпускать его даже на прогулки, ограничить посещение, не пускать к нему даже родных. И да, никто не знает, что с ним там происходит. Ситуация усугубляется, если человек попал в больницу недобровольно. Существует такая вещь, как недобровольная госпитализация. И с этими людьми обращаются абсолютно как с бесправными вещами. Им не рассказывают, им не говорят их диагнозы, им не говорят, какие препараты им дают, какие у этих препаратов есть побочные эффекты и взаимодействия, и зачем их дают. Если человек не хочет принимать препарат, его привяжут к кровати и сделают укол, нейролептики колют в том числе, ну, либо транквилизаторы, такие как диазепам, чтобы успокоить человека. Например, человек плачет, просто плачет, ему грустно, ему колют диазепам. Человек как-то мешает медицинскому персоналу. Ну, то есть, даже если человек не находится в состоянии острого психоза, он не опасен для себя или для окружающих, просто он как-то мешает медицинскому персоналу. Его фиксируют, его привязывают к кровати, могут колоть нейролептики даже без показаний. Нарушение прав человека я видела в очень разных формах. Ну, то есть, это, ну, кроме того, что человек имеет право знать о своем диагнозе, течении болезни, и методах лечения и так далее, ему не предоставляют эту информацию. Вплоть до случаев насилия, самых разных проявлений этого насилия, психологического насилия, физического насилия, сексуального насилия и эксплуатации труда пациентов. В РНПЦ психического здоровья есть такая вещь, которая персоналом называется трудотерапия. На самом деле, трудотерапия это совсем другая вещь. Трудовая реабилитация проходит при содействии социального работника, какого-то специалиста, когда человек вовлекается в какую-то деятельность, не знаю, какое-то рукоделие. В психоневрологическом диспансере на Бехтерево есть трудотерапия, приходит социальный работник, днем в отделение собирает пациентов, и они занимаются разными видами деятельности. То есть, они там плетут корзинки, вышивают, рисуют, собирают пазлы. Для людей с серьезными когнитивными нарушениями собрать пазлы это тоже большой труд. Вот это называется трудотерапия. А в новинках трудотерапии называется то, что пациенты выполняют всю работу за младший медицинский персонал. Они моют полы в отделении, выносят мусор, носят баки с едой, с отходами, и неоднократно на это жаловались. Естественно, руководство этой больницы в курсе этой ситуации, и вот это продолжается годами, и ничего с этим не делают. А, да, когда я выписалась из новинок, я думала, что я напишу книгу, это была бы антиутопия, и она бы называлась «Люди гибнут за кипяток». В психиатрических стационарах запрещено давать пациентам кипяток. Понятно, потому что они могут обжечь друг друга или себя. Несмышленные и неразумные существа. Это ирония. Фоном. Это ирония. Табличка, сарказм. И, например, за то, что санитарочка нальет тебе в чашку кипятка, чтобы ты выпил кофе, потому что у тебя, например, низкое давление, пациенты за это выполняют работу санитарок. Например, помоют пол в отделении. Ну, то есть это абсолютная власть санитаров. Как я уже сказала, санитары при любом удобном случае фиксируют пациентов, привязывают к кроватям, бьют пациентов, кричат, повышают голос, используют оскорбления, используют всякие уничижительные слова. Ну, вроде там «псих» и так далее. Понятно, что там нет никакого личного пространства, ни о каком достоинстве, уважении к личности речь не идет. Вот, вплоть до физического насилия, когда пациентов бьют. И однажды я была свидетелем сексуального насилия, когда девушку, похоже, что в состоянии острого психоза, хотели зафиксировать, привязать к кровати. Она не понимала, где она находится, она все время выходила из палаты, из наблюдательной палаты, из которой нельзя выходить без разрешения. Она все время выходила из палаты и говорила, мне нужно поговорить с моими родными и близкими. И в какой-то момент санитарам это надоело, они решили зафиксировать ее. Но девушка, похоже, что в состоянии острого психоза, она начала драться, кричать, вороваться, и санитарки не могли с ней справиться. Поэтому они позвали двух пациентов соседнего отделения, двух мужчин из наркологического отделения, там, где лежат люди с алкогольной зависимостью. То есть, это был не медперсонал. Пришли два пациента в больничных пижамах, в каких-то таких костюмах. Они, понятно, что у них больше силы, они зафиксировали эту девушку, и они остались сидеть рядом с ней. И когда санитарка отворачивалась или выходила из палаты, они поднимали ночнушку этой девушки и трогали ее за разные части тела. Ну, то есть, совершали действия сексуального характера. И когда я обратила внимание санитарки на это, сказала о том, что они делают, санитарка сказала, не выдумывай. Потому что, естественно, если она этого не видела, значит, этого не произошло. И настаивать на чем-то бессмысленно, потому что, когда ты находишься там как пациент, в белом халате не ты, и все, что ты говоришь, может быть использовано против тебя, может быть расценено как проявление твоей болезни. Ты же псих, поэтому ты бредишь, ты выдумываешь, и никакие твои слова не воспринимаются всерьез. Естественно. Ну, и понятно, что если ты рассказываешь это за пределами больницы, тебе тоже вряд ли поверят. На концу ситуации с правами людей, с психичными расстройствами в Беларуси, я попробовала поразмовлять с психиатром Константином Минкевичем. Тема довольно складанная на первый взгляд для разумения, але пропоную сконцентроваться. Тем более, что размовляли мы с Константином у полевых, скажем так, умовах, и там довольно шумно. Был закон о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании. Потом название изменили, там выдалили формулевку о гарантиях прав граждан и засталось об оказании психиатрической помощи. Просто об оказании психиатрической помощи. Это было формулевку прав граждан выдалили. Поэтому что если поуплывало от тебе, да и тебе? От закона не надо поуплывало. Это просто, ну, в худших это некий покашек. Потому что 20 лет тому Про правы больше охотно сказали, писали, чем теперь. Ну, нема акцента. В тонном смысле, это и не благо, потому что акцент, если быть на теме, проблема есть с одного боку. С другого боку, это немодная тема в Беларуси. Вот, интересно, что мы облегаем тем, что существует психиатрический улик. И, насколько он, ци обмежовые, в уголе, это статус человека, который попал туда, в отношении до его правы. Например, вождение, керывание автомобиля. Думаю, что называется диспансерная улика, обмежовые. Обмежовые, есть диспансерная улика, есть надзирание. Ну, то боку, когда у человека шизофрения, например, он будет на диспансерном улике. И больше легкая, то он надзирание? Например, депрессия, тревога, то он будет под надзиранием. И это разный статус, тем лекой, правовый. Когда просто надзирание, то замок по себе, оно не вплывает никак на статус человека. Как правы у керывания автомобилем не... Само по себе нет. Ну, а ци може человек с депрессией потрапить на статус диспансерного улика и его позбавить керыванию? Такая максима у пылных. Зажайно, когда у человека слишком депрессия, суцидарные иды, суцидарные спробы. Ну, тогда это может быть. Ну, и может быть, когда не пасчастило. Так само. Хотя так не повинна быть. Когда легкая депрессия, то она не повинна быть на диспансерном улике. Ну, а как у Беларуси? Как бы, в этот принцип соблюдается? Или бывает, что отвольно не ставить человека с легкой депрессией? По-разному бывает, потому что залежит же и от того, ну, халит человек, живя в районе каким-нибудь. В райцентре? Так. Ну, райцентр, ты ввез, где працую психиатр. Один и на район, да? Один и на район. Я ки скончил мединститут в 73-м годе. И в 73-м годе был в принципе только диспансерный улик. То и он и ставит у всех диспансерный улик. По привычке, да? Так. Ну, так вот, все же все робил. Не по протоколу. Не по протоколу. Уже не по протоколу. По протоколу уже так не должно быть. Вось, в Гавайской декларации о правах людей с психичными захворомнями. Там написано, например, про примусовые лечения, что никого не повинны примусово лечить, кроме тех ситуаций, когда просто человек не может сформировать свое меркование. Вось, тольки тады. Просто трэба вельми так заботой ставиться до человека, што на конд кэтага Беларусь. Ци система промусового лекаванья, она добра працует? У нас промусовые лечения бывают только по суду. Только, когда есть решение суда, когда человек что-то там сделал, и суд может признать промусовое лечения. Есть еще промусовая шпитализация, когда человек может быть шпитализован. Там есть законы, это проговоруется, там есть трые пункты, когда это может быть. Когда человек небеспешный для себя, с великого уста. Третий пункт человек, когда может его состояние ухудшиться, если он остается без помощи. Еще есть какой-то второй пункт, который у меня в данный момент вылетел из головы. На практике приезжают бригады, спрашивают диагнозы. На практике, на практике, если человек раньше никогда не обращался к психиатрам, и если он нигде на учете не состоит, то в общем и целом это все довольно строго соблюдается, потому что, опять же, вся цепенивизионная госпитализация она же делается через прокуратуру, через суд. Нет, у меня уже был диагноз. То есть у всех диагноз автоматически едешь? Нет. Там очень сложная процедура. Когда диспансерный учет, процедура делается гораздо проще. То есть сразу едешь, и плюс, конечно, скажем прямо, никто этих пенедрительных госпитализаций не оформляет. Что, не оформляют? Да. В смысле? Свойницы подъезжал и не оформляют? Так как в медицинской госпитализации их не оформляют. А, добровольно пришел. А, по другому? Да, а не надо ли меня подписать? Не могу, что я добровольно. Если там речь, или человек промысал этот на кермале, но по бумагам, по документам не оформляет. Да, потому... Так, так, потому что это только про суд можно оформить. И много таких выпадков у Беларуси? Никто их не лечил. Ну, в общем-то, ну, они есть, они стараются. Каждый день, каждый... Ну, они стараются регулярно. Мне сказали, если не подпишешь, будешь три месяца лежать. В заключении, в закрытом отделении, под галлопередолом и все. А если подпишешь, что добровольно пришел, ну, на две недельки торговались, выпустили. Вот так это делается. Вы подписали, да? Пришлось. Ну, а что? Ну, две недели это лучше, чем три месяца. И инших у вас не было? Нет, три врача. Скорая забрала, в приемники тоже отправили, сказали, до завтра, по крайней мере, пролежишь. И потом заведующее отделение сказал, подпиши, а потом как-нибудь. Я сказал, две недели тогда. Он говорит, да, потому что через суд будешь три месяца ждать. Так вот он сказал. Мне не было состояния проверять, насколько это реально. Пришлось подписать, и все. До нашей с Константином размовы, як вы пачули, долочился третий человек с досвидом госпитализации. На жаль, я не спытала его имя, але вырешила, что его рассказ обовязково повинный прагучать в этом подкасте. С Константином Минкевичем мы познайомились на одном з мероприемствов на тему психиатры, куды его запросили в якості спикера. Мероприемство зладзе у клубный дом «Аткрытая душа». Йо наказывая поддержку людям с психичными захворываннями. Гэта не державная установа. У минулом ходзе, 2019-м, клубный дом, наприклад, зладзе у таксама и непсихиатрычный фестываль «Голосы». Спачатку я думала, што мэтта гэтага фестываля разбуранне стереотипа у дачыненні до психичных хворых. Але гэта, як оказалась, не зусім так. Кажы супрацовница і аутар проекта у клубного дома Катярына Гузовская Гара. Основная, головная мэтта фестываля, гэта допомаши людям, у яких ёсць праблемы. Тобог, гэта не барацьба со стереотипами і со стыгмами. У нас няма просто энергії на самай справе займацца гэтай барацьбой. Але у нас ёсць энергія і ёсць ресурсы і затікавлены неабыяковые люди, які могуць допомагчы іншым людзям, які апануліся ў складанной жыцьёвай ситуація. А іще клубный дом ладзе ў серую мероприемство падназвай партрэты. Їх іще осветляла рада ёсць свабода. Концепція такае. Чалавек с психіатричным захворуваннім розказыва пра своё жыцьё, а мастакіды мастачкі падчас гэтага малююць ёго партрэт. Адною із мастачкік была Яніна Зайчанка. Я просто стала краху лепш разумеець сітуацію, якой живуть такі людзі, бояны розказывалі пра то, з якими тяшкостями сатыкаюцца. І мені було тяшко уявіть, що до людей можуть ставитися вось так. Мені хочуть відкрила вічі, що до людей бува невірягодна задусна ставитися тільки тому, що їх є сній кідахніс. Гато реально тяшко принять. Мені зовут Вера, мені 22 гіда. Я решила участвувати в проекте, тому що для мені дуже важна развенчать мифи о психічних заболіваннях, какую-то стигматизацію, щоб було більше взаємопонимання між людьми, щоб мир став добре якось. У мене діагноз F20 параноїдна шизофрія. Я дуже боялся внутри себе своєї болезни, я дуже давно її длительне не хотів принимати. І тем самым при помощі вот цього проєкта я для себе решил, що я перебору вот этот вот страх, я приму свою болезнь такой, какая она є. І, конечно же, принесу какую-то капельку полезного в наше общество. Т.е. поделюсь своей жизненной историей о том, як у мене протекала болезнь, в надежде того, що хтось знає себе мене, похожий какой-то случай, і це поспособствує тому, що чоловіку стане легче, він поймє, що він не один на один. Я думаю, ви пазналі, што апошнім казаў Павел Лотвин. Йон таксама прямаў дел ў портретах ў якості героя. А 9 місяцца ў тому, як мы пазнайоміліся з імно-живой бібліотеці, Йон не называў своє ўласне імя, то бок абіраў ананімнасць. А зараз, з паўнага часу, Йон працює керівніком клубнага дома «Аткрытая душа». Психические расстройства это настолько широкий спектр, что ежемоментно по некоторым исследованиям чуть ли не каждый пятый на планете Земля страдает этими расстройствами. А в среднем, подчеркиваю, в среднем каждый житель Земли по несколько раз за жизнь переносит состояния, которые по критериям попадают в МКБ, то есть международну классификацию болезней в раздел Ф, то есть психиатрические расстройства и нарушения поведения. Из-за стигматизации, которая у нас есть, действительно доходят именно уже случаи, когда часто сделать ничего нельзя. Я чыла, што у середнім звычайному беларусу патрэбна каля восьмі год, кав дайсті до психіатра. Перешкажаць яму гэтым стигматизація психічных хворобов. С пэлных прычын складанность тут полягае і ў праце дзержавнага апарата. Шпіталізація знаходження ў психіатрычной лякарні, якая чому стісляляцца закрытай ўстановай, недахоп медперсанала і крыця ўсё, што мы сё не пачулі ад наші героеў. Як гэта выправіць? Я не ведаю. Але я думаю, што пачарзе, крок за крокам і каменчик за каменчикам, штось ця будзе зміняцца, хаця б за таго, што мы пачынаем прагэта гаварыць ў публичной прасторы. Таму я буду ўдячна, калі вы расшареці гэта падкаст і паделіцяся з астатніми, калі ўн вам спадабаўся. З вами була Катя Арына, на гэтам я з вами развітуўся. Бывайте і будьте уважливы адзін да аднаго. Музыка 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 Музыка